Добрый вечер! Это программа «Ажурсовет». Здесь журналисты и гости обсуждают темы, которые им действительно интересны. Меня зовут Дарья Михеева. Сегодня в студии со мной мои коллеги Анна Стефаненкова и Ирина Сырцева. А также наш гость, председатель жюри Кировского клуба КВН Борис Фаибушенко. Всем добрый вечер! Добрый вечер! Буквально на днях состоялся финал высшей лиги КВН. Предлагаю взглянуть на экран и посмотреть, как это было. Ты, Олесю, что сегодня? К себе везешь или к ней поедешь? Алло! Я как-то вас слышу. Я сегодня не могу. За мной мужики толпами бегали. Так нефиг трестный ход обгонять. Итак, чемпионы высшей лиги города. Кира, как говорит Дмитрий Григорьевич. Самили старые. Прошу. Расскажите, как вам игра? Ну, скажем так, игра была замечательная. Игра была интересная. Но такой состав был впервые у нас. Что в финале две детские команды, команда врачей, да, перинатального центра. И, как сказали на КВН, еще какие-то люди. Вот. Такого состава не было никогда. От этого игра была достаточно специфичная. Но, на мой взгляд, было здорово. 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 Критерий G1 в КВН. Смешно. То есть возраст не главный? Не главный, абсолютно. Но вы же были на финале. Как играли здорово дети. То есть, вот команда, например, «Маленькая леди» – это же потрясающие дети. Невероятные, артистичные. Сколько у них эмоций. Они, как актеры, сильнее всех. Не всегда юмор, то, что им пишут, им подходит. Ну, это другой разговор. Но, как актеры, им равных нет. Они невероятные. Поэтому таких детей в высшую лигу почему бы не пустить? Хотя раньше, 25 лет, такого не было никогда. А вообще есть какие-то отличия между юмором детским, юмором взрослым, юмором каким-то профессиональным? Ну, да, вот профессиональным. Есть. Есть 100%. Я вам больше скажу, что КВН же очень здорово видоизменяется. Когда я играл в КВН… Когда это было? Это было невероятно давно, да? Невероятно давно. То юмор рождался прямо на сцене. То есть весь КВН состоял с импровизацией. Поэтому самое главное в КВН были люди, у которых варит голова. Которые могут создавать прямо здесь и сейчас. Да? Потом это стало видоизменяться. Потом КВН превратился в некое шоу. Да? Были подтанцовки, декорации и все прочее. Потом и это стало меняться немножко, да? Актеры вышли на первое место. Фронтмены, так называемые, да? Личности, которые здорово играли, которые были самые смешные. И которые выходили на первый план, да? Тут что ходить там? Галустян тут же, да? Вот это люди, на которых держал. Он не всегда удачно шутил. Такая невероятная смешная харизма у человека, что просто все там с ума сходили. То есть главное было отыграть. И стало это модно, да? Да, да, да. Подать, отыграть, да. Содержание юмора, оно нивелировалось вот именно каким-то дурачеством. Потом много появилось команд, которые так называемый странный юмор. Странный, да? Такой нестандартный. Помните, были кефиры, которые стояли такие обычные на сцене и произносили действительно смешные вещи. Но это было нечто другое. Вот каждый раз кто-то приходил и... Ну, это мы сейчас про большой команду. Что сейчас изюминка у команды, можно сказать? Что цепляет членов жюри? Я хочу вам сказать, что за последние пять лет качество юмора стало очень сильное. Очень сильное. Чего я считаю, мало обращают внимания и с этим нужно работать. На мой взгляд, сейчас очень важно построение. То есть режиссерское решение того, что вы придумали. Потому что авторы шикарные, редакторская группа так называемая, у нас есть действительно. Правда, шикарные просто авторы. Но нет практически до конца ни одного режиссера, который понимает построение вот этого на сцене. Потому что КВН сейчас немножко приближается к некой такой театральной подаче. Где нужно очень важно правильно построить. И в КВН есть особенность определенная. Так называемый темпоритм. В КВН не может быть как в театре пауз пхатовских, да, и все прочее. Потому что в КВН все. Динамично. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И вот такая подача юмора, даже когда текстового он не дотягивает, но при такой энергичной подаче ты всегда будешь иметь некий успех. А авторы сейчас это старички? То есть это те, кто раньше, например, выигрывал кубки? Ну, вообще это логично. Мне трудно их называть старичками. Наверное, старичок это я, а они середнячки. Но это люди, которые годами доказали, что они когда-то писали для себя. Сейчас они пишут для других команд. И в общем, они дают результат. И правда, качество юмора, на мой взгляд, просто невероятное. То есть лет пять назад еще был некий провиз в КВН. Просто если вспоминать, то где-то начало нулевых были команды, из которых, собственно, сейчас вышли там звезды телевидения, даже не только Кировского, но там этот же Сережа Мезенцев, этот же там Владимир Маркони. Сейчас есть что-то подобное? Кто-то из подобных ребят? Понимаешь, тогда была некая жажда талантливых людей не только в Кирове, а в стране. Всплеск такой, да? Всплеск, да, жажда. Идите к нам, давайте будем создавать, давайте будем делать, давайте будем писать сериалы, давайте ситкомы, давайте, 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 давайте. Сейчас этот рынок же достаточно насытился, и человек, которому 50, он именно в умственном плане в самом расцвете. Ему куда уходить? И поэтому вместо 30-летним немножко позанималось, позанималось, позанималось. И поэтому, как мне кажется, нет такой ярой востребованности, как это было в начале, когда создавали все эти комедиклабы, да, когда появились первые смешные сериалы, их достаточно большое количество, и няня, и солдат, все, это все же КВНщики. Все КВНщики. Понимаешь? И поэтому был такой голод, что все более-менее талантовые люди, все притягиваетесь. Возьмите некоторые, некие наши каналы, да, где в основном работают КВНщики, и во всяком случае их очень много, да. Федеральный целый, там можно один канал называть. Да, да, полностью КВНский и все прочее. То, естественно, любая востребованность, любой рынок рано или поздно как-то насыщается. Поэтому сейчас нужно быть что-то таким супер-пупер, да, каким-то невероятным, чтобы еще найти свою нить. То есть сейчас поэтому КВН уходит в некую театрализацию для того, чтобы выходить в другие совершенно направления. Может быть. Из телека там куда-то на сцену. Да, да. Может быть, это трудно до конца понять, потому что всегда, каждый год нам кажется, что все. Ну, в этом году все закончится. Ну, не может быть каждый год хорошо. Но все равно что-то происходит. Так и сейчас КВН, он двигается за жизнью. Он уже очень-очень гибкий, да. Вы не заметили, что многие из поколений двухтысячных не совсем в шоу, а сейчас многие появляются в театрах, поступают по окончании КВНской карьеры в какие-то театральные вещи, да. Ну, ТНТ, да, есть такой СТС сейчас, да, много привлекает бывших КВНщиков, да. Но мы сейчас видим вот того же Бурковского взять. Он в Амхате играет. Да, вот мне было приятно увидеть его. Я пошел на спектакль, а он одну из главных ролей играет. Причем играет потрясающе. Потрясающе. Но КВН не надоедает зрителю Кировскому? Полный зал и собирается? Ты понимаешь, коммерческого успеха у КВН давно нет. Объясню почему. Объясню очень простое. В чем сила КВНа, именно посещаемости КВНа? Не только в неком каком-то смехе, да, или в хорошем создании хорошего настроения. КВН – это та игра, которая создает чувство регионального патриотизма. За группу, за институт, за университет, за город, за страну. Раньше были международные игры, да? Воспитание корпоративного духа. Ну, даже не... Трудно назвать его корпоративного, но вот у меня есть товарищ, да? Я пошел за него поболеть. И раньше все бы это было основано на этом. Вот, смотрите, первые КВНы играло две команды, три команды максимум. Билеты продавалось за три-три с половиной часа, и не было ни одного билета. Причем еще с подполы ими торговали, и перекупщики были, и все. Такая невероятная популярность. Почему? Не интернета, по телевизору, поле чудес. Не было канала, где все КВНщики работают, наверное, нельзя в эфире называть, да? Это развлекало, жажды, зрелищ было такое невероятное, что люди приходили на шоу, в том числе и на КВН. Мы когда были у нас, если вы помните, вы молодые, такая группа чайники, да? Мы собирали несколько аншлагов на свои шоу. Хорошо. Что сейчас тогда нужно сделать для того, чтобы вот эта вот жажда все-таки вернулась? Мне кажется, что это невозможно, во-первых. Потому что посмотрите на современных детей. Вот моей младшей дочери 13 лет. Что это? Это гаджеты. Еще у меня вменяемый ребенок, есть же куча, которые помешаны вообще на этом нам все. Понимаете, и это все. Блогеры у них, кумиры. У меня всю жизнь кумиры были. Актеры, спортсмены, КВНщики. Вот мои кумиры были. Получается, КВНщики не в ту сторону идут. Надо в благосферу уходить. Ну, понимаете, всегда найдется свой зритель. Все-таки я на это всегда надеюсь, потому что живой юмор, живое общение никогда не заменит никакой благосферу, гаджеты. Ну, это мое мнение. Я все-таки из другого поколения. Я это признаю. Мне кажется, просто надо начинать, наверное, со школы, чтобы учителя втягивали в этот процесс. Есть ведь школьная лига. А ты пойми, да, есть. Колледж-лига, она называется, играет школьная команда. Да, здорово. Но, к сожалению, сейчас, если раньше были заинтересованы директора школ, учителя и все прочее, сейчас никому-то не надо. Сейчас совсем другие заботы у них, проблемы и все прочее. И это построено на энтузиазме некой небольшой кучки людей. Но, пока КВН жив, пока он жив, мы, в общем, реальные люди, мы знали, что рано или поздно это произойдет. Вот у меня когда-то была дискотека Вимби, так называемая, да, до короля была очень популярная дискотека, просто гардиозно популярная. И я сказал, что еще пройдет пять лет, и дискотеки исчезнут из нашей жизни. Они говорят, как такое может быть? Всегда люди будут пытаться познакомиться, потанцевать, что-то там провести время вместе. Все заменят клубы. Все заменят клубы и все прочее. Когда очень популярны были клубы, собирали аншлаги, я сказал, ну, скоро не так у них будет все хорошо, потому что очень сильно развивается интернет. И все, что связано с интернетом, и многие люди, поколение будет воспитываться на чем-то другом. Ну, это веяние времени, я считаю, ну, ничего с этим не поделать. А сам КВН во что трансформируется? Ну, он же разные испытывал, да. Вначале КВН был интеллектуален, потом КВН был шоу, потом КВН стал личностей. В что-то он трансформируется, в что-то, понимаешь, он каждый, каждый пять лет приблизительно, он совсем разный. То есть, сама игра остается, принцип только. Да, сама игра остается, и я надеюсь, ну, мне кажется, что игра, это такое вечное все-таки понимание. Что бы ни произошло, игра во всех смыслах, не только в КВН, она всегда останется. Потому что любая игра, это попытка вернуться во что-то, изменить ситуацию, показать ее по-новому, удивить свет. И самое главное, что КВН, почему мы пишем у нас лозунг, что КВН это путевка в жизнь? Потому что есть возможность у молодых людей, талантливых, бесплатно выйти на сцену и проявить себя. Как они оказались на телевидении, в театре, еще где-то, они проявили себя, их заметили. Вот главная задача это. У нас же КВНчики не только хороши в творческой сфере, многие стали очень успешными бизнесменами. Потому что КВН дает умение много чего делать, и общаться, и играть. Но следующему сезону высшей лиги именно в Кирове быть? Сто процентов. Понимаешь, вот когда заканчивается финальная игра, вот, да, возникли у тебя сомнения. У нас они каждый год, 25 лет подряд, нам кажется, ну все, в следующем году уже кому играть, никто не придет. Но начинается новый сезон, лучше или хуже, конечно, тоже вот так бывает. Бывают у нас всплески невероятные, бывает немножко проседает. Но в итоге все равно приходят люди, все равно у всех есть жажда. И замечательно, обязательно придем в следующем сезоне. Спасибо, что пришли к нам. Напомню, у нас в студии был Борис Файбышенко, председатель жюри Кировского клуба КВН. Буквально через минуту после перерыва к нам в студию придет участник команды победителя высшей лиги этого сезона. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Еще раз добрый вечер. Напомню, вы смотрите программу «Журсовет». Сегодня мы обсуждаем финал высшей лиги КВН, который на днях прошел в Кирове. К нам присоединился Никита Ильин, участник команды «Сами вы старые», команды победителя. Никита, проснулись ли вы уже после финала знаменитыми? Конечно, конечно. Все, сразу слава, сразу позвали. Только поклонниц? Не настолько. Друзья. Мы же старые. Друзья, когда видят вас сейчас, говорят, ну пошути, ты же финалист, ты же КВН. Ну, самое страшное, наверное, за столом с родственниками. Так. Как только собрались бабушки, дедушки, мамы, Никит, ну давай. А родственники – это самый требовательный зритель. И там нельзя оплошаться. Так что я просто говорю, давайте просто посидим в тишине. Долго готовились к финалу? Очень. Серьезно. Это, получается, у меня был уже четвертый финал. И в этом году мы с Сашей Чарушиным, это мой коллега, мы писали, наверное, месяца полтора. То есть постоянно редактировалось, постоянно что-то менялось, постоянно носили на редактуру нашим замечательным редакторам, которые говорили, это хорошо, это плохо, что-то убирали, что-то прибавляли и в итоге победили. Но вы – это та команда, которая пишет сама? Безусловно. Безусловно. А смысл тогда КВН и, в принципе, юмора и творчества в целом? Если я могу найти что-то в интернете и показать это? Нет. Я хочу проявить именно свой потенциал, показать, что я умею. Кубок уже ваш, куда дальше? Интересно ли дальше играть в следующем сезоне? В Кирове? Да. В Кирове, даже не знаю, как-то лояльнее сказать. Какие планы простого команды? Планы? Авторство. Как минимум авторство. Хочется им заниматься, все равно писать, играть. Да, наверное, нет. То есть, к счастью, уже я выиграл, получается, премьер-лигу. Это чуть меньше лига, чем выше. Выиграл Кубок Президента. И вот сейчас Высшую Лигу мы выиграли. То есть поэтапно? Да, есть предложение вроде бы как ехать в региональную лигу. Это, скорее всего, Волгоград, если не ошибаюсь. А что нужно сделать для того, чтобы поехать в региональную лигу? То есть просто отправляется заявка, и дальше что? И самое главное – найти спонсора. Дорогостоящее удовольствие, да? Нет, я бы не сказал. Больше все-таки на желании. Но какую-то сумму, какую-то подушку нужно иметь, чтобы элементарно проживание хотя бы. В принципе, весь КВ на этом и строится. Безусловно, нет, безусловно. А вот такой вопрос. А вообще, вот Вы сейчас рассматриваете, если команда для авторства, кого будете выбирать? То есть кого-то вот с какими-то конкретными там профессиональными заморочками, детские команды? Может, женские команды, да, детские? Нет, отличный вопрос. Я бы, наверное, взял странных ребят. Я сам играл когда-то за сборную сельхоза. Это очень странный юмор. Мы позиционировали себя как деревенские ребята с диким колоритом. И сейчас я бы взял вот что-то подобное такое. Хотя бы одну шутку для примера. Наши зрители, наверное, не знают, что-то не знают. Можно монолог, можно диалог там в одном лице. Ничего страшного. Ну, хотя бы просто для примера. Из победы? Из тех шуток, скажем, которые вам близки? Мне близки. Да, хорошо, то, что там, допустим, из вашего последнего авторства, то, что зашло наверняка в зал. Не зашло, но вот мне это близко. Я не знаю почему. Никита, нам нужно что-то поменять. Например, что? Резус-фактор? Не знаю, то есть я фанат вообще очень странных вещей. Заходит, не заходит, это уже дело каждого, дело вкуса. Но когда ты сам прешься от этого и написал, думаешь, да, да, я по-любому это покажу. А для вас есть какие-то ограничения, например, юмора? То есть вы смотрите, так детский сад, как-то пошутил, так это еще вот работать и работать, может быть, там что-то поправлять. Или наоборот, вот прям взрослый юмор, все вообще качественно отработано, заходит на все там 100% зрителей? Ну, самая главная рамка, наверное, это понимать чувство грязи, не знаю, так назову, наверное. Все равно не могут говориться какие-то грязные вещи, если они не объясняются. Оскорбление. Если даже идет оскорбление, то это должно быть описано так, что это всего лишь юмор. Вообще, в принципе, КВН на этом и строится. Это берется проблема, она рассматривается, она вертится, и в итоге показывается, что это ничего страшного. Вот, и в этом плюс КВНа. То есть самая главная рамка внутри себя. А есть какие-то любимые команды, может быть, в Кировской лиге, за которых вы болеете, или, может быть, с ними дружите, и также в Телевизионной? В Телевизионной, с нее начну. Мне очень нравится так-то в этом году, они первый раз в высшей лиге. Здорово. Опять же, странный юмор, потому что я не очень большой фанат шоу, то есть вот как сборная цирка. Это танцы, это песни. Но, к сожалению, юмор, вот мне лично, меня не дотягивает. А так-то, чистый текстовый юмор, опять же, Вятка, мне нравится Вятка, сейчас ребята борются за Киров, отстаивают наш город. Из Кирова когда-то я первое, кого увидел, когда начинал играть, это были Повидлы и Ментай, примерно в один год. Очень здорово. Я смеялся над всем. Вот, из нынешних ребят, кто сейчас играл, да все молодцы, у всех свой колорит. Мне понравились авиатехнику. А к женскому юмору как относитесь? У вас в команде есть девушка одна. По ней специально пишете шутки? Безусловно. У нее есть свой образ, кого она может отыгрывать и кого у нее, к сожалению, не получится отыграть. Так вот, она у нас... А какой не образ? Скажем так, очень-очень-очень легкая Оля Картункова. Вот так вот, то есть. Но, в принципе, подобная, то есть... Нельзя договорить, лезь ко мне. Прости, надеюсь, ладно. Такая немножко мужеподобная, то есть... Которая может взять все в свои руки. Да, да. Вот. Женский юмор существует, это здорово. Была когда-то сборная ВетГУ женская. Мне нравилось музыкально, ярко, красиво. Девушки, на них приятно посмотреть. Ну, у вас еще во время выступления было очень много песенных шуток. Почему, это какая-то ваша изюминка? Скажем так, они постоянно писались на протяжении сезона, но где-то не получалось их вставить. Где-то они слетали, где-то не добирали своего градуса. И сейчас финал, тем более музыкальный, музыкальное домашнее задание, самое время написали, показали. Копили и не зря. Копили и не зря. А как пишете шутки? То есть, понятно, одно дело, да, это вдохновляться командами КВН, там, смотреть телевизионную лигу и так далее. Что еще? То есть, как книги читаете? Может быть, в душе стоите, и вам вот пришла шутка. Пришла шутка. Вы следите за мной, что ли? Да, да. Наш сценарий просто сейчас. Как это делается? Сначала берется сама для меня проблема. Допустим, подумал, это сейчас актуально, обязательно. Юмор должен быть актуальный на 100%. Я не могу шутить про то, что происходило два года назад. Там, кто вспомнит Валерия Сюткина, господи, или кому это интересно. Берется актуальная вещь, смотрится со всех позиций, потом начинается вкидывать туда персонажей. Начинаем вкидывать, смотрим, как это выглядит. Это все обрастает мясом потихонечку, и потом уже пишутся сами шутки. Вот так вот для меня. Что значит мясо? Грубо говоря, здесь директор фабрики, у него есть помощник. Тут еще может быть секретарша, между ними диалог. То есть, продумываются роли, да? Какие-то определенные тонкости. Обязательно роль должна подходить человеку. Обязательно. Как это проверить? Практика? Опыт. То есть, ну, просто проверять и все. Я вот, например, КВН сейчас он меняется. Он меняется. Допустим, раньше было забавно, что мальчик выходит в женском платье и в парике. Это уже было забавно. Сейчас нет, этого мало. Сейчас нужно, чтобы он еще и говорил что-то. Еще и объяснял это. Ну, как относитесь к профессиональному юмору? У нас есть различные команды, там и так далее, медицинская лига, лига предприятий. Есть у нас, да? Есть. Я скажу... Как к такому юмору? Я хожу почти на все лиги, вот, и мне кажется, что такие профессиональные команды должны больше... Репетировать. Нет, репетировать у них все круто, актеры здоровские. Не хватает, мне кажется, вот как раз внутри КА. Я хочу посмотреть, что у них там происходит. Они показывают там случай в школе. Ну, в школе и дети могут показать. А вы покажите, что там, случай в хирургическом кабинете. Вот это мне интересно. Не могу не спросить про название. Сами вы старые? Да. Просто вроде смотрят, достаточно молодой человек. Мы писали под такую фразочку, чтобы это было забавно Дмитрия Григорьевича слушать. Чтобы он сказал это, и это звучало странно. То есть, и встречаем, сами вы старые, Дмитрий Григорьевич. То есть, он пытается абстрагировать от себя, что он не старый. Все, все элементарно, мы просто сидели в кафе и давай придумаем название. Две минуты придумали. Отлично. Что с кубком будете делать, он один, а вас трое? Распилят. По частям. Или будете на месяц у одного постоял, потом передали следующим. Я абсолютно объективен в этом плане. Объективен в этом плане и понимаю, что Саша прямо болел. Он болел, он так ждал, сколько он сыграл. Шестой год у него был. Это шестой год. И однозначно, я даже не стал претендовать. Пусть забирают. А мы в любой момент можем приехать и сфоткаться с ним. Сейчас сказали все это на камеру. Ваши коллеги послушали, запомнили. И потом, если что, будут вам предъявлять. Спасибо большое, что пришли. Напомню, что на студии был Никита Ильин. Участник команды «Сами вы старые», команды-победители. Еще раз поздравляем вас с первым почетным местом. Высшей лиги Кировского КВН. Со мной в студии были мои коллеги Ирина Сырцева и Анна Стефаненкова. Меня зовут Дарья Михеева. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»